Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Пожар охватил 100 квадратных метров. 12 человек эвакуированы. Открыт пункт временного проживания. В завокзальном микрорайоне сгорел частный дом и барак. Под снос. Самостроем признан дом, который спровоцировал оползень под угрозой 6 домов в Известинском переулке. Услуги грузчика продам квартиру. В Сочи борются с незаконной рекламой. Сотрудники Сочи Света очищают электростолбы, а муниципальные инспекторы выписывают штрафы. Несовершеннолетние зацеперы и 13-летние сочинцы прокатились на сцепке вагонов и попали в список подростков, склонных к правонарушениям. Сегодня днем дымом был охвачен центр курорта. На Одесской сгорел двухэтажный дом и барак. Пожар произошел сегодня около часа дня в завокзальном микрорайоне. С частного двухэтажного дома, в котором произошло возгорание, огонь перекинулся на 8-квартирный барак 1927 года постройки по улице Одесская. В нем проживали 24 человека. По словам местных жителей, в одном из домов жили охранники, работающие на железнодорожном вокзале. Кстати, строения расположены в непосредственной близости от ЖД станции Сочи. Вот наш. Еще три барака там. Вот бараки. И все бараки довоенные. Железнодорога построила и все свое время. Газообаллонные трубы и у кого что. Мы все выключили, не знаю, что будет дальше. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На месте работали 7 пожарных расчетов. Пожар потушили в 13 часов 40 минут. Эвакуировали 12 человек, погибших и пострадавших. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки. Сложность была в том, что очень плотная застройка и было очень сильное распространение огня на соседние строения. Погорельцев муниципалитет разместил в пансионате Нева. Однако перебраться в пункт временного проживания из 24 жителей барака согласились трое. Остальные перебрались к родственникам. Отмечу, в сгоревшем доме три квартиры муниципальные, пять находятся в частной собственности. Сейчас решается вопрос о дальнейшем судьбе барака. Будет проведено соответствующее обследование. Но еще один пожар сегодня обсуждают и за пределами Сочи. Больницы Кубани готовы принять моряков, пострадавших на судах во время пожара в Керченском проливе. Соответствующее поручение краевому Минздраву дал губернатор Вениамин Кондратьев. Накануне вечером во время стоянки загорелись танкеры газовоз под флагами Танзании. По предварительным данным на обоих судах находился 31 человек – граждане Турции и Индии. Если понадобится помощь более опытных врачей или проведение сложных операций, краевые больницы в Краснодаре также готовы подключиться. В случае необходимости к месту происшествия будет направлена бригада санавиации с высококвалифицированными специалистами. Сегодня утром к поискам присоединились сочинские спасатели ЮРПСО. По состоянию на 6 утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых, прокомментировали ситуацию в Росмур-Ричфлоте. Шансов найти живых больше нет, заявили и в МЧС. По последним данным, в результате пожара на судах погибли 14 человек. Судьба шестерых неизвестна – 12 спасены. При этом доставить их на берег пока не могут из-за погодных условий. Пожар вспыхнул на судах под флагом Танзании, когда они перегружали топливо с борта на борт. На загоревшихся кораблях в общей сложности было 4,5 тысячи тонн сжиженного газа. Экологический ущерб не нанесен, сообщает Росмур-Ричфлот. В Сочи сносят очередной самострой. В целом под снос в Сочи готовят больше 50 самовольно возведенных домов. Несколько лет застройщики на курорте с помощью судебных решений, пользуясь лазейками в законодательстве, возводили высотки на горных склонах, а объекты индивидуального строительства превращали в многоэтажки. Покупателей относительно недорогих квартир зачастую не интересовало, есть ли у компаний-застройщиков все необходимые разрешительные документы. О проблемах, которые порождает незаконное строительство, в нашем следующем материале. В семье Попекян уже больше полугода не видит белого света из окон первого этажа своего дома, а со второго открывается вид на недавно сошедший сель. Движение грунта продолжается. Инженеры-геологи во время экспертизы установили, что в строении пошли вертикальные трещины размером до 10 сантиметров. Есть угроза и для коммуникации. Поблизости проходит водовод и трубы газоснабжения. Люди боятся и вовсе лишиться жилья. И пока это не остановить, это будет продолжаться. И до весны, я думаю, что я не выстою, этот дом не выстоит, а у соседей будет тоже проблема. Потому что нужно хотя бы на сегодняшний день убрать воду. Гараж уже не закрывается, все больше и больше идет оползень. Под угрозой находятся шесть домов из Вестинского переулка. Причину своих бед жильцы видят в стройке, которая шла рядом на возвышенности. Там на одном из участков вместо трехэтажного дома появился семиэтажный. Специалисты администрации города зафиксировали нарушения, когда еще только устанавливали сваи. Застройщикам были допущены нарушения земельного законодательства. Вместо разрешенных 130 квадратных метров площадь застройки была порядка 500 квадратных метров. Также был не соблюден минимальный отступ от границы земельного участка. А где-то свайное поле выходило за границы правомерного земельного участка. В конце 2017 года суд принял решение о сносе незаконно возведенного объекта. Застройщик, в свою очередь, его оспорил. И тот же Адлерский районный суд буквально через три месяца отменил собственное решение о сносе и признал строение законом. Однако на втором витке судебных разбирательств дом вновь был официально признан самостроем. И теперь его ждет снос. В последнее время борьба с незаконным строительством в Сочи заметно усилилась. Только в прошлом году под ковш экскаватора пошли несколько многоэтажных домов в Адлерском районе. Их судьбу могут повторить больше полусотни незаконных объектов. Сегодня городские и краевые структуры начали более настойчивее проявлять свою власть и полномочия. И у нас появляется определенная надежда, что эти самовольные строения, по ним будут приняты правовые решения. После решения суда застройщик обязан снести самовольно возведенный объект до установленного срока. За каждый день простоя начисляется штраф в размере 10 тысяч рублей. Мэрия также имеет рычаги воздействия на нарушителей строительного законодательства. Специалисты администрации могут найти стороннюю организацию, которая выполнит демонтажные работы за свой счет. И если эти расходы не возместит нерадивый застройщик, подрядчик получит землю под самостроем по решению суда. В Сочи продолжается борьба с незаконной рекламой. Ежедневно сотрудники управления административной инспекцией выходят в рейды, выявляют хозяев такой рекламы и демонтируют таблички, баннеры и указатели. Активно борются и с бумажной рекламой. В один из рейдов с инспекторами отправилась наша съемочная группа. На участке всего в несколько квадратных метров десятки разных объявлений. Купля-продажа, товары и услуги, объявления бумажные и на баннерах. Развешены на заборах, фасадах зданий и на столбах – газовых и электрических. Часть из них принадлежат компании «Сочи свет». Электромонтеры предприятия «Замир Катипахин» и Андрей Бумагин сегодня приехали на Мамайку не чинить проводку или менять лампочки, а бороться с назойливой рекламой. Рекламодатели не просто печатают объявления на бумаге. Крепят на электростолбы деревянные и металлические таблички. Грузчики, транспорт, вывоз, садовник, штукатурка. Бумажные объявления – это тоже большая беда. Они повсюду. Но если на демонтаж деревянных и металлических табличек уходит пару минут, то над бумажными приходится поработать. На первый взгляд, да, ничего сложного, но времени столько уходит. Это сейчас раскисло под дождем. А когда по-сухому, так приходится всё время шкрябать, обдирать. После них вообще клей не отмывается, не очищается. Приходится шкрябать вместе с краской и заново всё приходится покрасить. Страдает не только имущество «Сочи-света», но и облик города. Незаконную рекламу демонтируют после проведённых управлением административная инспекция рейдов по районам. Специалисты тут же занимаются поиском рекламодателей. Лишь некоторые демонтируют указатели и баннеры самостоятельно. Но абсолютно все платят штрафы за нарушение правил благоустройства. Те, которые размещают, сейчас будем собирать сведения, уведомлять и составлять административный материал в отношении лиц, допустивших нарушение данных правил. На физических лиц распространяется от 1000 до 3, на предпринимателей и должностных лиц от 2 до 10 тысяч рублей, а на юридических лиц от 15 до 50. При повторном нарушении штрафы вырастают в разы. Кроме того, ответственность в любом случае несут рекламодатели, даже если листовки расклеили третьи лица. Поэтому предпринимателям в целях сохранения их средств и чистоты города советуют размещать рекламу на специальных досках. Они есть на подъездах многоэтажек и автобусных остановках. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания АФКТ. Продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok Сегодня в Краснодаре обсудили реализацию национальных проектов в крае. Вениамин Кондратьев провел совещание по исполнению майских указов президента. В зале собрались вице-губернаторы, руководители профильных ведомств и министерств по видеосвязи главы муниципальных образований. Майский указ президента лег в основу 12 нацпроектов. Чтобы их реализовать, Кубань, в свою очередь, должна выполнить 42 региональных проекта. За каждым из них закреплены кураторы. Глава региона отметил, что главная задача проектов не просто добиться конкретных цифр, а изменить к лучшему качество жизни людей. Майский указ – это нормативный правовой акт, который нужно исполнить. Президент поставил перед страной задачу перед регионами, а значит перед нами, которую мы должны выполнить. А задача на ближайшие 6 лет простая. То есть мы должны во многом где-то кратно увеличить темпы экономического роста, ну и, конечно, кратно повысить уровень благосостояния жителей нашего региона. Майский указ президента лег в основу 12 национальных проектов, а у нас с вами 42 региональных проектов в развитии от 12 национальных проектов, где мы максимально, каждый, я обращаюсь к коллегам своей компетенции, будет контролировать и реализовывать тот или иной региональный проект. И не просто с точки зрения административного контроля, а с точки зрения, в первую очередь, мониторить мнение жителей, насколько вокруг них конкретно появляются изменения к лучшему. Потому что одними отчетами наших коллег здесь я уж точно не ограничусь. На совещании заместители губернатора доложили, что уже сделано по определенным направлениям и какое финансирование закреплено за каждым региональным проектом. Бениамин Кондратьев отметил, что выполнение майского указа президента – это стратегически важная задача. Реализацию нацпроектов глава региона будет контролировать лично. Печальная новость. На 82-м году жизни умерла почетный гражданин города Сочи Нора Лепсвиридзе. Сочинцы знали Нору Ираклину как заслуженного народного избранника. Ее 30 лет избирали своим депутатам сначала в районный, потом в городской совет, а затем и в городское собрание Сочи. Помимо почетного гражданина Сочи, у Нора Лепсвиридз занимала и других званий. Она единственной в Сочи заслуженной работник торговли России. До занятия политикой Нора Ираклина 20 лет проработала директором комбината питания «Москва», который вошел в историю Сочи как визитная карточка образцового сочинского общепита 70-90-х годов. Образцово-показательным он считался и в стране. Будучи народным избранником, Нора Ираклина активно занималась и благотворительной деятельностью. Оказывала спонсорскую помощь в ремонте детских садов, школ, придомовых территорий. А еще выплачивала стипендии лучшим ученикам. Помогала многодетным и малообеспеченным семьям, детям с ограниченными возможностями здоровья. Нора Ираклина бескорыстно помогала людям не только в своем округе, но и всем, кто обращался к ней за помощью. Депутат Липсверидзея без преувеличения являлась одной из самых уважаемых женщин Сочи. Сегодня на нашем канале в эфир вышла передача о Норе Липсверидзея. Посмотреть ее можно и на нашем YouTube-канале. Прощание с почетным гражданином города Сочи состоится в четверг. Ну и также накануне ушел из жизни выдающийся ученый, герой труда Кубани Александр Найденов. В марте ему исполнилось бы 80 лет. Доктор сельскохозяйственных наук Александр Семенович занимался развитием аграрной науки. Свои соболезнования родным и близким выразил губернатор Краснодарского края. В немин Кондратьев лично знал ученого. В телеграмме с соболезнованиями глава региона написал, что Александр Найденов был настоящим патриотом Кубанской земли и полностью отдавался делу, которым занимался. В каждом рекордном урожае нашего региона огромный вклад Александра Семеновича. Он всегда ратовал за обережное отношение к земле, за сохранение плодородия уникальных кубанских черноземов для будущих поколений. Александр Семенович подготовил больше трех тысяч специалистов для сельского хозяйства региона. Уверен, каждый из них сохранит в своем сердце теплые воспоминания об учителе и обязательно будет продолжать его дело. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Семеновича Найденова. Его имя навсегда вписано в историю Краснодарского края. Память о нем навсегда сохраним в наших сердцах. Пухороны кубанского ученого Александра Найденова состоятся в эту среду в Краснодаре на Славянском кладбище. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студенческий десант. Студенческий десант высадился на Сочинском ЖД вокзале. В городском линейном управлении МВД на транспорте стартовала общероссийская акция. В гости к полицейским пришли первокурсники, будущие правоохранители. Ребята приняли участие в работе по обеспечению правопорядка и обследовали железнодорожный вокзал. Акция «Студенческий десант» – ежегодное мероприятие. На этот раз участие в ней приняли первокурсники сочинского филиала Всероссийского университета юстиции. То есть ребята, которые не понаслышке знают о работе правоохранителей. В первую очередь полицейские на транспорте объяснили студентам, как и для чего существует так называемая «зона досмотра на вокзале». А сотрудники досмотрового павильона наглядно показали, как работают сканеры и металлоискатели. Попробовали ребята себя и в роли сотрудников патрульно-постовой службы. Под присмотром опытных коллег они обследовали железнодорожный вокзал с целью обеспечения правопорядка. Узнали, как необходимо себя вести при общении с пассажирами. Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали студентам о правилах и мерах безопасности на железной дороге, а также об административной и уголовной ответственности за правонарушения на объектах транспортной инфраструктуры. Побывали будущие правоохранители в дежурной части Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, расположенной непосредственно на платформе. Не обошлось и без практических занятий с оружием. Сборка-разборка пистолета, автомата и полная экипировка, а произвели на студентов неизгладимое впечатление. Причем девушки нисколько не уступали парням в умении обращаться с оружием и спецтехникой. К слову, это не единственная экскурсия в гости к транспортным полицейским. В планах еще ряд встреч со студентами, но уже на других вокзалах города Сочи. В Сочи пройдет второй открытый детский кубок по горным лыжам и сноуборду. Соревнования состоятся на трассе, расположенной на горном приюте Пихтовой. Дистанция 427 метров. Спортсменов в возрасте от 8 до 14 лет поделят на 4 группы. К соревнованиям допускаются участники, которые умеют уверенно поворачивать на лыжах, контролировать скорость и останавливаться на склоне. Зарегистрироваться можно будет и в день проведения соревнований 26 января. А для получения стартового номера необходимо предоставить письменное согласие родителей и медицинскую справку, разрешение на участие в спортивных мероприятиях. Получить ее можно заранее в медучреждении или оформить в день соревнований при регистрации. Для победителей предусмотрены особые призы, в том числе сертификаты на посещение снежного парка, батутного центра или выставки роботов. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Напомню, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей, студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...